Любимые, всем привет! Вы на канале Жизнь без невроза и сегодня мы с вами говорим о том, как побороть внутренний страх. Ведь страхи это не что иное, как наши часто сублимации. И правда, это настолько ярко выражено у многих, проявляется совершенно разными симптомами. У кого-то это вегетососудистая дистония, у кого-то это аритмия, у кого-то это панические атаки, у кого-то это бессонница, головокружение и другие состояния. И когда вы пойдете к миллионам врачей, и они так и не найдут причину вашей тревоги, вы встретите, наверное, мое видео. Страхи, в которые нужно идти. В этом видео я расскажу вам про то, насколько важно помогать себе, насколько важно проходить свои страхи для того, чтобы получать в жизни то, что вы хотите. Очень у многих моих клиентов есть ситуация, которая называется, я боюсь и поэтому я бросаю. Или я делаю чуть-чуть и бросаю. В бизнесе, в работе. Ведь так здорово, когда тебя куда-то посадили, какой-то дядя тебе дает задание, и ты идешь с под палки. Но есть другой выбор, более сложный, когда ты делаешь что-то сам, и тебе страшно. Или когда что-то из твоей головы не реализуется. Не реализуются какие-то пророчества, предсказания, то, что ты себе нафантазировал, то, что ты видишь у других, и появляется чувство страха. А то ли я делаю, а для того ли я делаю. А может быть у меня не получится. И каждый раз, когда я испытываю этот симптом, я чувствую, как у меня колышется сердце, как подкашиваются ноги, и я могу сдаться. Вот кому это знакомо, прям пишите под этим видео, что да, у меня такое бывает. Есть еще одни моменты, которые качественно влияют на то, что вы думаете, что вы чувствуете, и что у вас происходит. Ведь очень важно понять, какой страх привел вас к этому состоянию. Когда вы понимаете, что является первопричиной, что является причинно-следственной связью, то вы начинаете выбирать по-другому. Страхи вас приводят к одному – к нереализованной мечте, к одиночеству, к безденежью и к болезням. Именно поэтому вы должны научиться различать свои страхи и уметь ими управлять. Как только вы, смотря себе в глаза, в зеркало, например, говорите себе – да, я это пройду, я смогу, я вытерплю, меня хватит, я достойна – ваш страх становится нефизиологичным, он уходит. Чувство страха может проявляться разными симптомами – от тревоги до панической атаки, бессонницы, даже повышенным мочеиспусканием. И когда постоянно вы ощущаете это неприятное чувство, оно становится настолько противно вам, потому что вы научились им управлять. Очень многие не могут управлять своими чувствами, и из-за страха они остаются там, где они есть. А где вы хотите быть через год, через два, что вы хотите делать? Я вам скажу, даже самые-самые богатые люди, например, жены миллионеров, они все равно начинают что-то делать, что-то создавать свое, и идут в свои страхи. И человек, у которого обнаруживают какое-то нехорошее состояние, он говорит, нет-нет, это не про меня, это не у меня онкология. Он говорит, да, это у меня, это мое сейчас. Прямо сейчас это мое, но потом это пройдет. И я верю, я знаю, я убежден, что это уйдет. И когда есть даже иллюзорная надежда, она действительно станет вашей опорой. Дальше. Если вы понимаете, что страхи владеют вами настолько, насколько вы даже себе не представляете, что они вами владеют, то вам нужно научиться ими управлять. Посмотрите видео о неврозах, как справиться с тревогой, как справляться с вегидососудистой дистонией и другие мои видео, в которых я четко показываю о том, что это все временно, и этим можно научиться управлять. И еще один момент. Если вы понимаете, что в вашей жизни есть то, к чему вы не готовы или чего вы не хотите, научитесь говорить жизни «да». Страхи уйдут, а вы останетесь. Поэтому каждый день, насколько у вас хватает сил, тяните свою жизнь вверх. Вверх и никак не вниз. Пишите вопросы. Надеюсь, видео было вам полезным. Жду вас в консультациях. Пока-пока.